Из списка можно также удалять элементы, и можно это делать разными способами. Первый способ удаляет элемент по значению. Пускай у вас есть список students, и вы хотите удалить из списка студентов Сашу. Тогда вы можете передать параметрам методу remove это значение, которое вы хотите удалить, и в результате ваш изначальный список изменится, и значения Саши там больше не будет. При этом функция remove удаляет на самом деле только первое вхождение значения, переданного в качестве параметра. Если у нас в списке было бы несколько Саш, то удалился бы только один из них, первый. Можно также удалять элементы списка с помощью указания индекса элемента списка. Для этого используется конструкция del, где дальше указывается список и в квадратных скобчиках индекс элемента. Тогда конкретный этот элемент, который указан, и будет удален. При этом, естественно, что если указать здесь в качестве индекса какое-то значение, которое, например, больше, чем размер списка, то будет ошибка, потому что такой элемент удалить нельзя. Хотя аналогично, если мы попробуем с помощью метода remove удалить элемент, который в списке отсутствует, то тоже возникнет ошибка. Программа не сможет продолжить свое выполнение после этого. Что же делать, если мы хотим сначала проверить, есть ли элементы, потом удалить его? Для этого посмотрим, как можно вообще проверять наличие элемента в списке. Для этого есть конструкция значения элемента in и далее список. Эта конструкция возвращает логическое значение, истинный или ложь, в зависимости от того, присутствует данный элемент в списке или нет. Таким образом, мы можем с помощью условной конструкции if Ivan in students проверить, что Ivan действительно находится в нашем списке. Также можно использовать конструкцию not in, которая позволяет проверить, что элемент не находится в списке. В некотором смысле эта конструкция является таким синтаксическим сахаром, потому что можно было бы написать if not in students, но, тем не менее, такая конструкция, которая указана слева, читается лучше, и именно ее гораздо лучше использовать, она более наглядна. Есть еще один способ проверить, есть ли наш элемент в списке. Для этого можно использовать функцию index. В качестве параметра функция index принимает, опять же, некое значение, которое мы хотим проверить, находится ли оно в списке и возвращает позицию, на которой стоит такой элемент. Опять же, если таких элементов несколько, то первую позицию вернет эта функция. В нашем случае значение 2, потому как Саша стоит на позиции с номером 2. Если же мы попробуем получить позицию, на которой стоит элемент, которого на самом деле в списке нет, в списке нет, то мы получим очередное сообщение об ошибке. Продолжение следует... ... Продолжение следует...